Проекты, которые требуют инвестиций от нас. И мы должны каким-то образом их все наполнить. Пальцем вкуснее. Все, я понял. Нет, пальцем вкуснее. Что же эти зеленые кружочки сейчас? Эти зеленые кружочки это некие проекты, которые требуют вот таких объемов инвестирования. Которые мы должны вот отсюда туда напитать. Ну, опять же, здесь возникает вопрос. Как это крауд сообщества их наполнит? Сходя из чего? Будет ли это соответствовать какому-нибудь стратегическому плану развития какого-то региона? Непонятно, как оно наполнено. То есть, конечно, когда вот эти крауд истории, они являются неким дополнительным инструментом к чему-то, это все очень хорошо. Но когда, скажем, как вся экономическая система будет построена вот так, когда вот на такие большие вещи, например, инфраструктурные проекты, очень длинные и очень слабо доходные, мы не сможем систематически собирать необходимых фондов, это все может вылиться в очень серьезное промажение экономической системы, причем в мировых масштабах. Вполне реальный вариант. И как тогда мы будем выходить из этих ситуаций? Тогда нам, видимо, придется формировать уже какие-то те самые фонды коллегиальные, куда мы будем управлять деньги, которые будут формировать портфели, которые смогут выдерживать какие-то стратегические установки, связанные с задачами развития экономической системы как каковой. и, значит, мы, допустим, будем ими там коллегиально как-то управлять. Но, опять же, возникает вопрос. Не похожа ли эта штука на то, от чего мы сейчас с таким рвением пытаемся уйти? Но только это вот та же самая схема, которая была первая, устроена банковская система сегодня. Мы только отвертогаем, чтобы было похоже. Но сейчас же в Конгрессе эти сенатские комитеты разные и прочее, так, это и работа. Я думаю, в чьем Конгрессе? Да, как говорила, в демократическом обществе. В демократическом обществе, да. Ну, так вот, значит, мы легких путей не ищем, поэтому это вообще проблема такая, проблема человека, скажем так. Вообще все экономические проблемы, мы опять что-то говорили, это проблема человека, по сути, своей. Ну, да, вот перебрало человечество, скажем так, с централизацией. Вот оно и шло, там, создало эту банковскую систему, которая конкурпировала в себя управление всеми имеющимися финансами, всеми деньгами, дошло до какого-то, понадувало пузырей, и ушло вот из этого диапазона нормы, дошло уже до какого-то абсурда. И вот мы теперь говорим, что для централизации, пир-пир-системы, давайте все срочные игры внедряем. И вот те иллюстрации, которые были раньше, они говорят о том, что, скорее всего, человек и человечество пойдут по тому пути, по которому он не ходит обычно. Мы опять дойдем до абсурда, только уже в другую сторону, да? Опять же, приемлся в какой-то порог, который, ну, только с другой стороны. Опять пройдемся в какой-нибудь ломку, кризис, утилизацию созданных систем, совершенно непонятные затраты, и начнем возвращаться куда-то туда в норму, и вот по этой синцой, и будем так шарахаться какое-то время, пока все не станет более-менее нормально. Вот вопрос, можем ли мы как-то попытаться оценить сейчас риски, не следовать за модой, модными словами, лозунгами, а попытаться просто спроектировать нечто более-менее нормально, взвешенное, исходя из, в общем-то, понятных, логических подходов, из тех же самых анализов транзакционных издержек и так далее. И давайте попробуем. Значит, смотрите, мой взгляд, мое предложение. Объективная проблематика, она стоит в следующем. Значит, что у нас с банками не так? С банками у нас не так, что действительно они выгруппировали все управление и всеми консолидированными фондами, в которых содержатся средства, собственно говоря, субъектов реальной экономики, непосредственно производящих предприятия и так далее. Считаю это абсолютно справедливо, но с точки зрения законов о банковской деятельности в Российской Федерации это своим активом, но так, как все средства, они здесь активы банка. Инвестируют их, кредитуют им как хотят, опять же, соответственно, с инструкциями ЦБ. Значит, субъекты экономики свои же средства получают обратно только при соблюдении драконовских требований к заемщикам по драконовским ставкам. А доход, собственно говоря, от этого банк использует себе. Работает он для себя, поэтому ему в большом счете наплевать, кого его финансировать, реальный сектор. А лучше нереальный, лучше, конечно, по всей гулянке. Спекулянтам, да, спекулятивный инструмент, потому что там калькулябельный, ну, короче, это можно сосчитать, просто, это понятно, это быстро, это коротко оборачивается, риски вроде как ниже. И вот от этого у нас, конечно, действительно большая проблематика. Второе. Вот та самая транзакционная революция, которая намечается, да, вот с этим распределением, что есть, как бы, вот что мы сейчас слышим о создаваемой платформе, что новыми владельцами стоимости в широком смысле станут владельцы этих платформ. Мы видим создание за рубежом мегаконсорциумов по блокчейну и по всяческим подобным распределенным реестром, да, как тот же GeekroLadger, как тот же R3. Ну и, в общем-то, их сейчас, я думаю, будет много-много-много, потому что сейчас и китайцы вроде в эту гонку там собирают включаться, там Alibaba тоже самое собирает свой некий консорциум, который, на мой взгляд, наверняка будет иметь финансовые функции, хотя они про интернет-вещи сейчас в основном говорят, ну и так далее. И, соответственно, это, возможно, приведет в итоге не к оптимизации финансовой структуры и возвращении ее смыслов к тому, чтобы она финансировала преимущественно реальный сектор, а просто к переделу в неком влиянии, то есть некие транснациональные корпорации чуть-чуть там немножко перекроят, и будет все немножко по-другому, но неизвестно как. Ну и третий момент, который мы с вами посмотрели, который говорит о том, что, будучи атомизированной, вся финансовая структура возникнута, поскольку как бы имеющийся сейчас механизм консолидации средств и, соответственно, достаточно легкого ими управления и принятия решений о инвестировании в крупные, особенно инфраструктурные проекты, это станет достаточно затруднено и что несет с собой очень высокие риски. Вот, и как бы вот картина проблематики, она вот видится на данный момент таким образом, и вот попытка, наша попытка сконструировать некий ответ, она привела вот к такому варианту, да? Да, конечно, никто не совершенен, ничто не идеально. Но мы просто предлагаем на ваш суд посмотреть то, что наобидится. То есть это создание некой технологической платформы, которая, причем, скажем так, это недалеко перспективная система, это та же система, которую можно, на наш взгляд, нужно внедрять прямо сейчас, которая такую на себя возьмет функцию. Вполне допускаем, что система транзакций, переводов может остаться такой же, как есть, то есть пользоваться той же инфраструктурой банков, которая имеется. Но сюда вынести задачи группового управления консолидированными фондами, то есть чтобы кредитные решения принимались не внутри банков, а непосредственно коллегиальным демократическим решением непосредственно собственных консолидированных фондов. И таким образом, в общем-то, будет решена, наверное, так самая ключевая проблема с узурпацией банками всех кредитно-инвестиционных решений. На самом деле, некоторые банки, особенно некрупные в Российской Федерации, в частности, они вполне готовы к такому переходу, то есть к тому, чтобы остаться в русле только транзакционного бизнеса, отдав, в общем-то, соответственно, все те самые кредитно-инвестиционные риски внешним участникам, в данном случае, их ассоциированным объединением. Потому что, ну, на самом деле, здесь есть целый ряд причин, и те, кто думает, что банкам жить хорошо, поговорите вот с Юлией Аркадьевичем. Вот и вам расскажут, как там хорошо сейчас. И, в общем-то, действительно, центробанки сейчас ведут четкую, центробанка, я имею в виду, в России ведут четкую политику на укрупнение, и малому бизнесу, в общем-то, не остается ничего правильного, как искать новые ниши, искать, создавать продукты, высоко технологичные, уходить больше в онлайн. В принципе, это совершенно объективные процессы. И, смотрите, такая структура, она может решить достаточно много вопросов. Потому что, ну, скажем так, действительно банки находятся в ситуации серьезных, весьма ощутимых рисков, связанных с действиями регулятора, ну, и как бы субъективной рыночной ситуации. В то же время, как бы создание ими таких платформ, я имею в виду, там, синдикатами банков, да, оно может распределить риски. Если к такой системе подключается несколько банков, соответственно, управляя теми самыми групповыми фондами ликвидности, можно те риски, которые возникают у клиентов при ликвидации банков по тем или иным причинам, диверсифицировать. И тут еще очень интересный момент, что, поскольку, если в рамках одной системы мы получим весьма расширенные возможности по клирингу задолженностей, но для этого обязательно нужно создать вот те самые инструменты распределенной бухгалтерии, чтобы понимать во всей структуре, да, имеющиеся взаимные задолженности и обязательства, то у нас требования, за счет, в принципе, клиринга, требования к объему имеющегося распоряжения оборотного капитала снизятся на порядок. Вот так мы же прекрасно понимаем, что внутри одного корреспондентского счета банка, да, где операции друг с другом, деньги не нужны, это просто переставление банком учетной записи, кто кому сколько должен, да, вот я там Ярославу плачу, значит, там 100 рублей, соответственно, ему, его счет на 100 рублей увеличивается, свой счет на 100 рублей уменьшается, общая сумма, она как и была, так и была. Здесь деньги, есть ли там физические или нет, они вообще ни при чем, скажем так. А оборотные средства, они нужны только для транзакции между банками, больше ни для чего они не нужны вообще. Соответственно, такое сообщество сможет еще и на каких-нибудь там депо-счетах держать какие-нибудь высоколиквидные бумаги, которые к деньгам вообще никакого отношения не имеют, ну, например, там, облигация федерального, не знаю, регионального займа, соответственно, это будет некая и гарантийная подушка, под которую можно привлекать там внешнее финансирование, и это, собственно, вот опять же, одержание излишних денежных средств, которые могут там исчерпнуть, если мы завтра поругаемся с антробавком, ну, условно говоря. Вот, и, значит, как такая штука может выглядеть? У нас, в принципе, она вот тут все поехала, да, все тексты, ну, на самом деле, как такая система может работать? У нас есть некий проект или кооперация, в котором все это расписано. Наиболее удобная форма с точки зрения юридически, это одна из кооперативных форм, здесь можно работать в режиме кредитного кооператива, как бы потребительского кооператива. Ну, в общем-то, это необязательно. Могут и другие формы быть, просто здесь есть определенные преимущества, скажем так, при данном подходе. Но не будем сейчас углубляться в законодательство. Итак, значит, есть некая группа независимых участников, которые в рамках этой системы осуществляют информационную подчеркиваю консолидацию своих ресурсов, всяческих финансовых, основных средств производства, товаров, проектов, компетенций, располагаемой информацией, соответственно, ноу-хау, прочих материальных активов. Естественно, управление, как бы, всеми информационными объектами остается в руках непосредственных участников. Они сами решают, что показывать, что выкладывать, скажем так, на общей витрине, что нет. Дальше есть некая рейтинг-система, которая по данным участников, по их поведенческим моментам, с помощью тех самых artificial intelligence, рассчитывает их, скажем так, эффективность и доступ к коллегиальному управлению. Ну, скажем так, с помощью рейтинг-системы мы решаем проблему кухарок во власти, да, ну, потому что, то есть, более, конечно, квалифицированные, более компетентные участники, да, должны, их голос имеет большее значение для успеха и развития всего сообщества. И мы с этой точки зрения не имеем в виду, а с точки зрения, что они имеют большие права и могут больше зарабатывать. Поэтому здесь у нас рейтинг-системы делится на три рейтингом, компетентностный рейтинг и рейтинг заслуг. Дальше мы обеспечиваем, это тоже совершенно правильно здесь говорилось, это сообщество внешними инструментами и сервисами, которые должны компенсировать недостаток их профессиональной компетенции в управлении финансов. То есть мы им даем доступ к инструментам всякого скоринга, рейтинга, прогнозирования в том числе, мы помогаем им с экспертизой. Но на самом деле просто мы даем профессиональный сервис, часть из которых автоматизируется, часть из которых дается профессиональным ассорсивным структурами, часть из которых там могут быть встроенными сервисами самой платформы, а часть, так сказать, подключаемыми, мудренными от внешних участников. Ну и дальше в итоге мы имеем такую систему соуправляемых фондов, среди которых там мы, конечно, диверсифицируем с точки зрения максимальной устойчивости. Здесь ничего интересного, как бы это обычная работа любого портфельного инвестора, любого финансового менеджмента, того же самого банка, да, там, соответственно, по рискам и доходности мы распределяем свои активы, те инструменты с точки зрения достижения оптимального балла с доходностью и надежностью. Ну, соответственно, мы здесь вот имеем некие инструменты, предлагаемые участникам, связанные с инвестированием, причем не обязательно финансовым, но также здесь можно и соинвестирование материальных ресурсов в режиме, как можно сейчас говорить, с инвестированием, там, шерлит иконами, есть такие вещи. Как бы здесь мы имеем систему инициирования и мониторинга проектов, управления ими, систему гарантийных фондов для привлечения внешнего финансирования, если мы хотим развиваться более активно. И вот такая, в общем-то, фактически эта среда для бизнеса, на наш взгляд, она, в общем-то, позволяет разрешить очень большую часть проблематики, связанной и с тем, что у нас происходит на финансовых рынках, и с тем, что у нас происходит на рынках вообще. То есть мы здесь обеспечиваем такую некую кооперативную связанность между игроками, между участниками на рынках, и, в общем-то, постараемся привнести к тому, чтобы, ну, скажем, сделать такую вин-вин-модель, что называется, где выигрывает каждый участник, просто от того, что мы сотрудничаем, от того, что у нас, от того, что мы совместно управляем тем, что у нас есть. Есть очень много эффектов, которые могут быть проявлены, но которые, на самом деле, похожи на те самые кооперативные эффекты. Здесь мы можем иметь большие возможности координировать свою предпринимательскую деятельность. Здесь мы имеем больше возможности заключать некие соглашения о гарантированном сбыте. Ну и так далее. Ну и, конечно, здесь изучение реабилитического мнения относительно своих будущих проектов. В общем, об этом можно долго рассказывать. Не будем сейчас заострять, просто есть много материалов, можно рассказать подробнее. Структурно такая схема, она вот, когда таких ассоциированных предпринимательских систем, со мной быть, много, в общем-то, это все выглядит вот так, а не это работает, как вложенная, скажем так, система. Вот такая система может быть вот какой-то ассоциации. Вот здесь у нас, допустим, очень большой кооператив с двумя кооперативными участками, каждый из которых, значит, автоматизирован с помощью такой системы и весь, вся эта кооперативная система вместе тоже. Тут некий холдинг, тут у нас подключен к этой системе, как бы одна из одной дочерних обществ, также использует такую же систему для своей внутренней автоматизации. Ну, просто слайд иллюстрирует то, что эти системы могут складываться друг к другу, в общем-то, бесконечности. А ключами, на которых они собираются, играются только к легиарным органам управления, которые карбируют потом там уже второй, третий уровень. Как бы консолидации. Вот. И что? Вот, наверное, так уже в заключении. Начнем с блокчейна, блокчейн мы закончим. Просто хотелось еще сказать, обратить внимание, наверное, будет точнее, такую интересную логическую проблему, связанную с блокчейном как таковым, что в случае, где он наиболее употребимый. Это как раз в сообществах, государствах, ну, давай, скажем, сообществах, любых сообществах, где достаточно слабые институты, слабые коммуникации, слабые связи, именно в автомизированных таких системах, причине, что они не имеют центров доверия, им нужен некий способ это доверие создать, реализовать необходимое для деятельности любого сообщества или нет. Но здесь есть другая проблема, связанная с тем, что в таких сообществах со слабыми институтами практически невозможно создать силовые центры, центры воздействия, которые при выявлении с помощью вручения системы каких-то нарушений, сбоев, неправильности, скажем так, могли бы как-то на них воздействовать в той или иной степени. И что с этим делать? Мы уже видим прецеденты, имеющиеся, безусловно, которые заканчиваются тем, что такие сообщества разваливаются. Ну да, закон — это код, вдруг что-то произошло не так, в результате тех или иных действий каких-то участников. И надо бы вроде бы откатить, но часть сообщества считает, что откатывать нельзя, потому что такого был изначальной, изначальной говоренности. Ну да, да. А другие говорят, что как бы так, это же несправедливо, мы же видим, что это мошенничество. Ну и, соответственно, происходит этот самый хард-форб, возле и эти все это разваливаются на две системы. И что с этим делать, непонятно. Такие центры воздействия, они понятным образом существуют в сообществе, в сети, в институтах. Но им не нужен блокчейн, потому что у них есть центр доверия, собственно, институционально решенный другими способами. И где вот эта зона для блокчейна идеальная? Она вот где-то вот тут, в серединке. Насколько она велика окажется, но это нам покажет время. Будем смотреть. На самом деле, не так понимаю, Юра у нас просит заканчивать, да? Ну, в общем-то, я думаю, что... А мы и закончили. Спасибо за внимание. Для перегрузки мозгов, в общем-то.